всем привет с вами катя вы на моем канале о похудении и здоровом образе жизни в прошлом видео я вам рассказывала что я бросила господина дюгана свою любимую диету и перешла на кето питание и интервальное голодание а в этом видео я хочу поделиться с вами как я буду голодать сорок восемь часов для чего я это делаю для чего это нужно как будет проходить этот процесс выдержу не выдержу я этот челлендж можно сказать если не выдержу вы все равно увидите это видео очень очень хочу с вами поделиться для чего это нужно дело в том что интервальное голодание и в частности голодание 48 кто-то 72 часа 96 есть еще я начиная 48 потому что это мой первый опыт это очень полезно для здоровья для всего организма открываются такие ресурсы о которых мы даже не подозревали на что способна наше тело и запускаются такие процессы как аутофагии это когда грубо говоря клетки поедают сами себя не сами себя те части которые лишние ненужные устаревшие и заменяют это на новые таким образом у нас идет процесс омоложения и регенерации всего организма это очень крутая вещь и я надеюсь что я смогу придержаться эти сорок восемь часов что мне будет максимально комфортно я буду вам рассказывать про все все свои эмоции кушать хочется не хочется что я делаю и все 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 вы увидите в этом видео так дорогие друзья сейчас без 24 пятница я открываюсь салатом тут 20 грамм оливкового масла 150 грамм огурца 35 грамм помидор 5 грамм кунжутных семечек 150 грамм пекинской капусты 14 грамм петрушки я съем этот салат тут в нем 250 калорий и через полчаса буду есть основной свой прием пищи это я уже готовлюсь к своему 48 часовому голоданию и это будет сегодня мой единственный и последний прием пищи 1644 час и 10 минут прошло я приняла свой последний прием пищи на 1800 калорий счастлива света довольна и официально объявляю старт 48 часового голодания поехали продолжаю свой отчет о моем 48 часовом голодании настало утро первого дня я выпила воды где-то пол литра 700 миллилитров в моей баночке столовой ложкой уксуса это уже привычный для меня ритуал после этого около часу дня я выпила стакан кофе и вот сейчас пол второго я продолжаю не кушать я не чувствую сильного голода пока что все замечательно в любом случае даже если бы я пыталась по плану то мне нужно кушать было бы только в четыре вечера поэтому самое интересное я думаю все еще впереди когда я не поем свои четыре часа и я пойду на тренировку у меня сегодня йога и на йоге я тогда же полагаю что все будет хорошо я откликусь а вот уже после йоги вечером будет весело я не смогу отвлечься даже работой потому что у меня полетел ноутбук и не знаю буду отвлекать себя как-то прогулками рисованием буду что-то придумать потому что я думаю вечер обещает быть очень нескучным но пока что все хорошо доброго прекрасного утра дорогие друзья мои сорок восемь часов без пищи продолжаются я вполне хорошо уснула замечательно проснулась раньше чем обычно кето интервальное голодание делает просто чудеса если раньше я была абсолютно ночным человеком я ночной художник я рисую по ночам а потом я сплю до двух часов дня 8 утра подъем легко хорошо ощущение в животе самые прекрасные не урчит не бурчит на самом деле я даже не голодная хотя ела позавчера и даже честно говоря ребята шок мой утренний кофе его нет его нету я не захотела вот пью чай вкусовые рецепторы обострились нюх обоняние вы знаете это это нечто ощущение я и не могу вам передать как я себя круто чувствую это должен просто попробовать каждый так что еще может одно видео до вечера запишу как я там буду себя чувствовать а пока что доброго утра хорошего дня через два часа у меня открытие я заканчиваю свое 48 часовое голодание и мое блюдо в рамках кето диеты это свинина лопатка без косточки я и смолола на мясорубке и немножко лучка и по сливочным маслом 82 процента и это жарю на стоворотке прекрасно жирненько вкусненько все в рамках кето диеты мои 48 часов подходят концу остаются уже считанные минуты я решила записать финал этого видео сейчас пока что я еще на пустой на голодный желудок потому что когда я поем эмоции будут уже не те что я вам хочу сказать я выдержала с честью с достоинством мне очень понравилось я чувствую неимоверную легкость свободу такое состояние я вам просто не могу передать и наверное я бы смогла еще спокойно не есть то есть я не умираю от голода да конечно я живой организм я хочу кушать и организм там подает признаки и хозяин покорми меня но я не то что там готова всех убить растерзать и упасть лицом в какой-то медовик нет все хорошо правда на самом деле очень очень круто и сейчас я заканчиваю свои готовки пирсество будущее так сказать да в кавычках потому что выйти из этих 48 часов тоже надо правильно сначала мы едим что-то легкое это например салат или болгарский перец кусочком какого-то хорошего старого сыра да и когда придет только полчаса лучше даже час вы можете приступать к основному блюду и желательно чтобы это было там например какая-то рыба такое что-то легкое потому что организм не кушал 48 часов ему нужно постепенно принимать эту пищу иначе может быть очень очень плохо у меня на первое будет салат из зеленушки кусочек болгарского перца и 70 грамм сыра на основное блюдо у меня будет свинина я ее смолола в виде фаршика такая хорошая жирненькая лопатка для кето это самое то пожарила на сливочном масличке 82 процента такое хорошая настоящая натуральная масса никаких маргаринов боже упаси перчик соль луковичку одну туда супер вот так бомба они блюда если не наемся то ну может орешков грецких немножко погрызу это в общем-то и весь мой пир будет на сегодня вот сейчас через буквально 10-15 минут стукнет 4 часа дня и это будет ровно копейка в копейку 48 часов которые я прошла даже не музыка что выдержала с удовольствием пошла и очень советую кто захочет обязательно попробовать почитайте в интернете это правда очень крутая вещь когда ты вот так преодолеваешь себя и выходишь за рамки просто того что ты мог себе представить это очень круто ну до встречи в следующих видео где я вам расскажу про свою кето диету и почему я бросила дюкана и перешла на кето как я как я кушаю сало и худею а похудела я уже между прочим на 5 килограмм ну все пока пока и